Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Канал у меня исторический, канал ностальгический. И здесь я пытаюсь в том числе доказать своим зрителям, что в Советском Союзе производили не только галоши. Хотел вам показать вот такой классный прибор из Советского Союза. Ходят байки, да, что японцы в свое время скупали журналы «Юный техник», моделист-конструктор. И потом на базе статей из этого журнала много чего начали производить. И теперь у них одна из самых развитых экономик на свете. Так вот, друзья, давайте кто-нибудь сейчас посмотрит вот этот мой канал, мои публикации и тоже что-нибудь такое интересное из Советского Союза возьмется для на вооружение. К примеру, вот такую вот штуку. Это у нас утюг. Утюг вот в такой вот маленькой коробочке, плоская совершенно коробочка. Стоила 3 рубля 50 копеек. Давайте посмотрим. Пока сам утюг. Отложим. Он с документами. Утюг, стрелка. Какой год? 1969 год. К сожалению, нет... А, цена здесь есть. Все, нормально. Москва, все дела. Вот. ОТК-42. Ну, тут больше никакой информации. Давайте посмотрим на сам приборчик. Вот такой вот утюг, друзья. Не знаю, видели ли вы такое или не видели, но на мой взгляд, вот сейчас то самое время, когда классно было бы начать производить такие утюги и вновь их запустить в производство. Что это такое? Это утюг для того, чтобы делать стрелки на брюках. Вы, наверное, уже догадались. Ну, судя по тому, что он называется стрелка, то есть ты его включаешь в розетку 220 вольт и прямо, мне кажется, даже прямо на человеке можно отглаживать стрелки. Не обязательно при этом снимать бруки. Вот, давайте поближе я вам покажу. Почему китайцы до сих пор не додумались сделать такую штуку, я не знаю. Наверное, сейчас нас посмотрят китайцы... Почему три? Не знаю. Сейчас нас посмотрят китайцы и скажут, ого, прикольно, и уже совсем скоро на Алиэкспресс такое может быть купить. 220 вольт, 127 ватт. Цена 3 рубля 50 копеек. Электроутюг-стрелка. Вот. С другой стороны, друзья, есть небольшая надежда, что, может, не китайцы, может быть, кто-нибудь из наших посмотрит, скажет, ого, ну-ка, давайте возродим производство. Мне кажется, была бы востребованная штука, судя по тому, какое количество сейчас клерков, да, там, тех же самых работников администрации, всяких чиновников, я думаю, им бы это дело пригодилось. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Может, у вас такой был, может быть, пользовались, может быть, вещь совершенно бестолковая и ненужная. Поэтому от нее отказались. Лично у меня такого не было. Поэтому жду ваших комментариев. Вот. И обязательно пишите, пригодилось бы сейчас или не пригодилось. Миклух Макфай. Историка, просветительский, ностальгический канал. Подписывайтесь. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok